Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря очень мало релизов, на которые стоит обратить внимание. Вся статистика сосредоточена на последующих днях, собственно, среды по пятницу, где будет очень много отчетов из США. Вот на них мы и сделаем наибольшую ставку. Сегодня на повестке в 14.00 по GMT продажи новых домов США и в 20.30 по GMT отчет от Американского института нефти по запасам нефти США. Вот, наверное, на отчет по запасам стоит обратить наибольшее внимание, потому что это фактически прелюдия по статистике перед выходом официального релиза от администрации аналитической информации. Нефть сейчас пытается, конечно же, удержаться на тех уровнях, на которых находятся текущие котировки по бренду. 91.44, я думаю, что в конечном счете инициатива перейдет к покупателям, потому что фон в целом за последние торговые сессии не изменился. И ранее мы нашли огромное количество аргументов, которые оправдывали необходимость и целесообразность удержания этих длинных позиций. Я не сомневаюсь, друзья, в том, что бренд возобновит восходящую динамику и очень скоро приблизится к сопротивлению 100 долларов за баррель. Но пока что покупателям нужна какая-то база для роста, дополнительные триггеры, новости, сообщения. Может быть, даже сейчас коррекция может затянуться до 90 долларов за баррель, как уровень ближайшей мощной поддержки. И это было бы, наверное, вполне логично, учитывая, как активно развивался тренд в последнее время и возникла необходимость вот в этой технической коррекции. Но вы должны понимать, что новостной фон остается на стороне покупателей. Если на этой неделе мы получаем дополнительное подтверждение сохраняющейся тенденции снижения запасов нефти в США, то, соответственно, на стороне покупателей будет еще один аргумент для покупок больше. Индекс доллара 105.71. По сути, мы сейчас наблюдаем этот актив на мартовских максимумах. Если индекс доллара найдет в себе силы для того, чтобы продвинуться в район 106 пунктов, это уже будут максимумы с декабря прошлого года. Индекс доллара получает поддержку на итогах заседания Федрезерва. Мы детально проговаривали все отдельные заявления, тезисы, суть проводительных комментариев в ходе вчерашнего брифинга, да и в конце еще прошлой недели, поэтому я особо останавливаться на данном фундаменте не буду. Не стоит забывать о том, что был сигнал о возможности еще одного повышения ключевой процентной ставки до конца этого года. Поэтому теперь будем еще внимательнее анализировать каждый макроэкономический отчет и пытаться понять, эта статистика перевешивает шансы, либо усиливает рыночное мнение на то, что ФРС все-таки отважутся на дальнейший шаг и действие по повышению ставки еще на 25 байочных пунктов. Пока что статистика действительно не разочаровывает. Пятничные индексы PMI производственного сектора и сфера услуг оказались лучше, чем могли бы увидеть пессимисты, лучше, в принципе, ожидания. По PMI производственного сектора рост до 48,9 с 47,9. В целом промышленный сектор восстанавливается, но нужно, конечно же, чтобы индекс уже закрепился выше 50 пунктов, потому что только в этом случае мы сможем уговорить о восстановлении сектора. А сфера услуг 52, незначительное снижение с 55, но сфера услуг остается выше 50 пунктов, то есть в зоне роста. Важный момент еще касательно американской экономики. 30 сентября очень скоро истекает срок действия бюджетного закона. И эта неделя, по сути, последняя, чтобы республиканцы и демократы смогли прийти к общему знаменателю, потому что если им не будет решения по продлению этого бюджетного, скажем так, закона по финансированию правительственных учреждений, нечем будет обеспечивать эти правительственные расходы. Придется сокращать персонал, отменять пособия. Это все чревато для экономики замедлением темпов экономического роста. Я думаю, что в конечном счете политики США этого не допустят, но сейчас мы должны внимательно следить за этой темой, потому что она интересна на фоне того, что в целом по американской экономике, кроме как макроэкономической статистики, больше ничего нет. Но компромисс, скорее всего, будет. Сейчас, поскольку неопределенность сохраняется, доллар получает на этом фоне дополнительную поддержку, потому что мы уже привыкли к тому, что индекс доллара, да и в целом американская валюта пользуется спросом, когда на рынке не знают, что делать. И в этом плане статус доллара как инструмента, который стоит выбирать, уже не раз себя зарекомендовал. По золоту, друзья, были вопросы, что делать сейчас. Текущие котировки 1913 долларов за тройскую унцию. Вчера мы не видели хорошего сигнала на открытие конкретного трейда, потому что делали акцент на рыночный сантимент. Он был 50 на 50. Сегодня ситуация изменилась. По сути, индекс настроения указывает на то, что толпа снова в покупках. И поскольку мы параллельно наблюдаем за значительным ростом доходности американских облигаций, в частности, десятилетние трежи, сейчас уже котируются на уровне 4,56%. Это максимум с 2007 года. Сантимент еще на стороне, соответственно, тех, кто ищет возможности для продаж. Я рекомендую присмотреться к подобным сделкам и вам. То есть я тоже открыл шорт с целями по золоту на отметке 1880-1890. Если прямо в ближайшие дни уверенно протестируем поддержку 1900, тогда можно будет уже передвинуть целевые ожидания на более низкие ценовые значения. Европейская валюта 1,0540. Текущие котировки. Ждем, соответственно, инструмент еще ниже. В целом цели по европейской валюте были обозначены еще ранее. Это 1,05. И, может быть, даже стоит ориентироваться на развитие более глубокой коррекции, которая, в принципе, уже даже не коррекция, а полноценный нисходящий тренд. Давление на европейскую валюту оказывают поступающие сигналы от Европейского центрального банка о том, что ставка, которая была, собственно, повышена в прошлый раз, достигла своих пиковых значений. То есть ранее мы делали отсылку на комментарии Луиса Дегиндеса, вице-президента Европейского центрального банка. Лагард, который выславляет европейский регулятор, также отмечает, что, возможно, действительно ставка уже достигла уровня необходимого для стабилизации цен в районе 2%. Главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн придерживается такой же позиции. Поэтому, в целом, да, друзья, пока что потенциал на снижение сохраняется, тем более, что на евро давит сейчас довольно серьезно еще и, собственно, укрепление курса американского доллара. По поводу котировок главного валютного риска я, скорее всего, говорил, что текущие котировки 1,0580. Ну, в целом, потому что снижение в районе отметки 1,0550 – это вопрос самых ближайших часов. Британская валюта 1,2196. Рынок резонирует, отыгрывает решение Банк Англии от прошлой недели, когда ставку оставили неожиданно на отметке 5,25%. Были очень пессимистичные прогнозы на третий квартал, то, что ожидается рост сегодняшнего на 0,1%. Оценка пересмотрена с прошлого значения роста на 0,4%. Очень слабые отчеты PMI производственного сектора, сферы услуг. Наверное, на сферу услуг нужно сделать наибольший акцент, потому что это больше 70% вклада в ВВП. Снижение со 49,5% до 47,2%. В общем, фунт – это действительно аутсайдер рынка Форекс. И, судя по всему, экономические условия именно в английской экономике будут худшими среди всех развитых стран. Поэтому ближайшая цель 1,20%. И пара доллар-иена 148,86. Держиваем длинные позиции с целями 150. Пока что нет сигналов о возможной смене курса Банка Японии и нету каких-то дополнительных подтверждений внезапности валютных интервенций. Да, признаю, что валютные интервенции всегда бывают внезапно, но обычно руководство Банка Японии нас к этому готовило. Видимо, до 150 иен за доллар все-таки каких-либо решений предприниматься не будет. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!